Покрутимся. Я все хотел вот эти вещи показать. Пошла запись? Да, конечно, пошла. Я не... Нет, просто... Я хотел все вот эти штуки показать. Вот люди смотрят из окон. Как это вообще отражается на том, что... Вот у нас такой вот вид. Вот смотри, вот налево, левее, левее. Возьми. Вот там что, как? Тут говно? Вообще... Ну, там вообще ничего нет. Такое там говно? Там ничего нет. Не надо ругаться. Вот смотри, дети выходят с центра детского творчества. И видят вот этот вот разбитый дом. Сюда, да. Вот тут, по крайней мере, первый этаж хотя бы досками забили. С той стороны ничего не забили досками. Почему? Дети все равно ловатят, по-бибому. Ну, как лазают? Если досками забить, уже не полезут они так, явно. Я уже не знаю, что снимать, потому что уехал. Ну, куда уехал? Я отъезжаю от него немножечко. Просто мы показываем. Вот сквер красивый. Да, сквер красивый. Сквер вообще по вечерам утопает в иллюминации. Да. Я считаю, что сквер... Дома, которые... И теперь люди, по крайней мере, уже перестали вешаться, что света нету там. А, да. Свет есть, теперь уже люди не будут вешаться там. Почему? Вот. Ну, как зачем? А там, видишь, скорее всего, безысходности это было. Он пришел в шельсквер темный. От того, что его просто склонили. Вот тебе скажи, как депутат городской, вот с этими домами, какие планы на эти дома? Вообще ничего не могу сказать. Ты же по городу депутат. Но пока еще ничего не могу сказать, потому что ко мне они... Друзья, друзья, с вами не только я, Роман Зайцев, с нами еще Михаил Александрович Кудяков. Да. И который не знает еще, что с этими домами. Что с этими домами у нас? Скорее всего, спишут так же, как все остальные и все будет. Каким образом спишут? На пожар или на что? Нет, почему? Спишут, скорее всего, на то, что их нельзя восстановить. Скажи мне, как депутат. Скажи мне, как депутат депутату, вот скажи мне, вот по-честному. Есть в городском поселении город Николай Осноморе, ну вот в администрации, да? У депутатов есть план вообще, как дома эти будут уничтожаться там? Допустим, сегодня загорится этот дом, завтра загорится тот дом. Есть вот такой план стратегического развития такого? Ну вы как-то хотите, чтобы я сейчас прямо вам раскрыл все планы, которые... Да, именно, да. Неизвестно где, да. Я сразу предупреждаю, вот это видео, оно пойдет сразу в угол. Я не буду его не править, ничего. Вот здесь что находится у нас? Здесь у нас находится что-то, находится. Советская 58. Да, здесь у нас люди работают. У них свой этот, как он называется? Я слышал, баня армянская, база армянская. Да, типа того. Вот лол, видишь, лол, лох. Лох это лицо, обманутое хулиганами, а лол это аббревиатура английская. Если в переводе смеюсь от души. Смеюсь, что аж лопну. Вот. Вот здесь, вот, видишь, вот сюда, вот на правую сторону. Мы сейчас поедем? Это был госпиталь раньше. Сейчас поедем, покажешь. Вот у нас маячевок, наш маяк. Хороший маяк. Вот, я хотел вот этот дом еще показать. Вот у меня такое впечатление, что вот этот дом может тоже очень скоро... От твоего впечатления, Роман Сергеевич, вообще ничего не зависит. От моего впечатления, вот смотри, вот окно. Нет, классное окно вообще. Да, оно не только разбито, оно еще и... Оказалось, что от моего впечатления, наоборот, кое-что зависит. Вот сейчас мы подъедем к дому, советская, советская 19. Сейчас нет, как только выйдет это видео, тогда будет заведеть. Да, наоборот тоже. Когда мы поехали, мы сейчас поедем на советскую 19, доедем и повернем. Мы можем на Хабаровскую съездить, если хочешь. А мы на Хабаровской были недавно, показывали. Ну, с кем были-то? С дома были. Она ехала, я запишу. Я так и не увидел. Ну, там три видео, там кто-то попросил. Мы как раз что-то ехали, я говорю, давай запишем сейчас это в режиме. Да блин, не дай... Нормально, нормально пишет, все. Винлап, ты же мне сказал про это. Винлап там оптика. Оптика, а стекла там продают же? Я просто этой логики не понял. Ну, я тебе говорю, стекла же продают до сих пор. Ну, ну... А она оптикой является. Логика такая занятная. Нет, не занятная оптика, а... Вот. Стекло, оно есть стекло, а она оптикой является. Вот здесь сейчас потихонечку поеду. Вот. Вот он дом вот этот. По-благовещенски? Вот советская, нет, советская я не поеду на Благовещенску пока. Вот советская 19, вот он. Ну и? Ну вот, от силы мысли загорелся. Мне сказали, вот Зайцев показал, а оно с горелось. Да, ты почему-то его поджег, видать, этот, какого... А это уже плевел. Глазами. Вот, видал, что получается? Я вижу. Мы сейчас развернемся обратно. Ты понимаешь, что даже бревна сгорели, я вообще в шоке. Грамотный был поджог. Что, он сам загорелся такой? Нет, он не сам. Вот смотри. С силой мысли. Вот сейчас вот это вот с силой мысли у нас будет. Вот этот разобрали дом, вот 115-й который был. Ой, 15-й. Остались же вот эти, валяется вот эта канительница. И никто это не разбирает. Почему? Ну, потому что никому не надо. Денег нету, потому что. Договор заключили, ништяки вытащили, грузья увезли кому надо. Правильно? Доски увезли кому надо, дрова продали кому надо, с мужиками рассчитались. Дальше что? А дальше все. А дальше нужно вкладываться, заплатить погрузчику, который все это сгребет, погрузит на грузовик. На само слово это все будет вывезено, так? На этот самолет, наверное, погрузят, все его везут. Все бабки. Ну, наверное. Красивый самолет. А какие самолеты? На кого? На яхтах, что ли, погрузят? Да, на него погрузят, и улетят все. А, деньги улетят? Да. Ты посмотри, какая красивая карусель у нас там была. Видел? Да. Дети катаются там, подарили нам рыбопромышленники. Которые сделали себе дома, и дома эти, которые до сих пор не в учениках. Вот эти, что ли, которые там стояли? Это они сейчас сделали, что ли? А мне сказали, какие-то люди хорошие построили, а им строится запретили. Ну, хорошие же люди. Запретили строиться. Это же жирваки, у них икры не хватило. Вот, мы здесь ехали, сколько получается, два месяца назад, да, где-то? Вот, ехали, ехали, ехали. И приехали. И приехали, вот заехали, вот виднеется домик, советская, 19. Вот, советская, 15 сначала. Вот, 15. Потом, 17. 17, которые тоже в состоянии... В состоянии умирать. Там квартиры, там квартиры, и по-любому там что-то имущество еще лежит. Да. И вот здесь также было имущество. И здесь было имущество. Есть видео, да? Дальше что было? Люди, которые хотели сохранить свое имущество и перевезти в другие квартиры, которые им дали, Ну, короче, получилось... Если им дали бы, если бы дали, а им дали чего? Им дали, дали. Ну, вот. Ну, факт то, что они успели перевезти, сожгли. Но выставили какое-то видео в 80-х годах или 90-х, я не понимаю, или 2000-х, который там какой-то поджигатель сжег все. Подъезд зашел и поджег. И написали что-то, помнишь, где-то что-то написали, что нашли поджигателя, осудили что-то... Я же тебе про него и говорю. Так это вообще... Вот они, вот они красивые дома, да, рыбацкие дома, которые... А почему строительство остановилось? Откуда это? Денег, да, денег миллиарды. Да, там крыша вообще никак не катает. Я бы выкинул эти дома. Отличная двускатная крыша. Нет, она вообще никакая, не двускатная никакая. Она просто ветер дунул, и она улетела. Вот этот хороший дом у нас. Это? А это чей дом? Вон, это гостиница. Вот эта гостиница? Золотая, да? Ничего себе, нормально. Для золотой. А, ну, хорошо. А, такой же дом стоит в этом, на вершинке. Она правомерная вообще? На вершинке. Я не знаю, здесь дом стоял раньше двух этажей. А, ну, если стоял на супругомер? Ну, его снесли, и этот... Ну, станция Устевая, а здесь направо. Я знаю. Я там тоже... Ну, у нас дорога, спуск. Ну, это кому-то, Николай, скучь, посмотри. Ну, налево, обратите внимание, где-то району, то, что осталось от управления. Ну, оно как было, так и есть, собственно. Классно, в общем. Броник. Там, видишь, даже бойницы стоят. Что здесь было? Территория, министерство обороны. Это бойницы, ты хочешь? Бойницы? Да, ну, с автоматами давно. Смотри, вот, что там, все, крыша, крыша, киндык. Тоже, вот у меня вот здесь вот два дома, здесь дом стоял, здесь дом стоял. Тот насияет, вот они. Это все министерство обороны. В смысле? Вот это дом министерства обороны, что ли? Да. Брол упала. И здесь госпиталь стоял. Здесь можно скверик сделать неплохое. Госпиталь здесь стоял, говорю. Здесь поэтому сквер делать нельзя. О, смотри, вот ступени в светлое будущее. Я тебе еще раз говорю, что это министерство обороны, опять же. Это министерство обороны. Ступени в светлое будущее. Я знаю, я снимал, да я снимал уже до этого. Да нормально, возьми камеру, не надо на бокове держать. Сейчас закончим. Вот баню покажи. Баня вот нашими гостями города взята в оперативное управление. И с тех пор вот очень баня, говорят, прямо цветет и пахнет. Вот баню показывает, а это мы показываем. А это баню можно снимать. А напротив уже получается база. Я считаю, что должны нам помогать тоже. Здесь тоже дом был, министерство обороны тоже. Ну вот домик остался. Все дома здесь все министерство обороны было. Это, кстати, тоже. Вот магазин Парус. Сейчас мы проедем еще по Советской и доедем вот те дома, которые всегда проблемами были. Единственное здание, которое здесь стоит, которое со времен гражданской войны, которое никому не предложено. Вот тоже, видишь, как все будет. Только в государство. А это, да, это тоже. А это морпорту, как он жал. Морпортовские, да? Да. А сейчас морпорта нет, портгородок расслабился весь. Ну, конечно, портгородок и этот район целенаправленно долго уничтожался прям. Я считаю, что уничтожался. Я думаю, что за портгородок вообще медалью удостоены должны быть медаль ВСУ и медаль Адольфа Шекильгрубера. Шекильгрубера? Да, это фильтегрубера. А-а-а. Фильтеколдобобина. О, видал тоже эти картинги, картинги, замокаты у нас. Я не успел снять. Да ладно, что снять, Тёмки? Не надо, пускай дальше видео уйдет. Мы сейчас закончим, мы сейчас просто покажем вот этот наш исторический центр. У нас исторический центр. Вот исторический центр. Вот сегодня мы на комиссии были в этом здании. Центр детского творчества. Он стоит с самой гражданской войны. Там сейчас только методисты находятся. Вот этот. Я думал, там дети занимаются. И вот. Думаю, как так у них удаётся? Так нет. Вот, вроде так, сейчас подожди, человека пропустим. Вон Антон повесил доску такую классную. Теперь люди будут видеть, что там зелёная доска. Хорошая электронная. Там медведь. Табло. И там можно будет всё убедать. Там медведь. Это здание было построено в 52-м году, по-моему. Такое? Вот это? Да. Ну это старое здание. Вообще, я помню, старые фотографии оно уже было. Родина в каком году кинотеатр? Не помню. Не помнишь? Там такая была дорога, такой мини-серпантин был. Помнишь, вот туда вот уходит? Я, может, ничего не помню, но только не я. За здание. Скорее всего, только мои. Ты старайся ровно держать, сейчас уже заканчиваешь. Сейчас уже ровно держу, видишь? Ты что-то болтаешь, как будто пьяный за рулём. Потому что ты меня болтаешь, потому что у нас дороги ровные. Я вообще потихонечку еду. Так у нас дороги ровные, поэтому я болтаю. Я быстрее. Я не просто болтаю. Я быстрее 150 никогда не езжу, сам знаешь. Да я знаю, поэтому я тебе. Потихонечку. Я не могу ровно держать, когда ты по ровным дорогам едешь. Николайскому. Ну, не можем. О, у нас, кстати, вот, видишь, память. Очень аккуратно еду. Вот, смотри, вот у нас Фудзинь. Вот у нас достопримечательность. Фудзинь? Да. Дом одежды. Дом одежды, помнишь, что тут было? Название оставили, молодцы. Мне вот нравится, что оставили. Одежда осталась. Вот единственная аптека в городе осталась. Не муниципальная, как она называется? Там в ней ничего нет. Она называется государственная. В ней ничего нет. О, дом сгоревший. Вот он, я хотел вот это показать. Вот сейчас мы его снимем. Что все одномоментно. Ну, она одномом... Одномоментно. Вот он. Вот это тоже. Из крыши дом. Вот классный. Вот этот дом очень-очень долго. Очень долго он мозолил глаза всем. Нет, советская 105. Он никому не мозолил глаза. Глаза, вот, видишь, это весь... Как он называется? Как он называется? Сейчас еще покажу еще, где лорога еще одного товарища, который нам не товарищ. Сейчас к нему и подъедем. Да, 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 да. Вот это вот свалка, за который мне... Ну, мы сейчас сюда сейчас посмотрим, да? Однократно. Что у нас вот почесть сделали из домов. Очень хорошо. А вот тут у нас... А вот тут у нас... Это вот разборка. Первый дом, второй дом. Ну, первый дом, он так давно уже здесь разобрались. Да, и там убрали за собой. А вот эту вот разборку пока, ну, видать, пока денег нет. Руки не дошли. Ну, руки не дошли. Ну, это же как нет. Руки, ноги... Вам же за это не платят. Руки, ноги нет. Они должны обязаны. Они обязаны согласно договору. Но, может быть, в этом договоре пункта нет, тогда никто не... А может быть, не было договора? А если пункта нет этого в договоре? А может, вообще нет, не было договора? Э-э-э... Э-э, брат, я не знаю. Ну, я так ощущаю, что, блядь, если ты не имеешь права что-то делать, что у тебя... Я не хочу... Друзья, Николай Азнамурий день за днём, Николай Азнамурий за рулём. Николай Азнамурий разговоры на улице, разговоры за рулём. Короче говоря, Роман Зайцев, живу на ДВ. Я всё уже перемешал, всё в одно. Да, и Михаил Александрович вместе с ним. Михаил Александрович, два... Два депутата вот решили... Городской районной. Да, без отрыва особого производства Приехали, видите, как у нас Где дороги хорошие, там мы ровно стоим Решили маленечко показать А где у нас кривые, там мы прыгаем Показать наше городище, маленечко поговорить Вот видите, Орло, хорошая дорога Мы сейчас по ней едем ровно Да, можно втопить Мы ровно едем просто Камера наша ровно Имеется в виду, да? Да, что имеем, то в виду Так, ну все, долго не будем прощаться Все, пакеты, давайте лайкосики Больше лайкосиков, значит я вижу, что Какой-то интерес есть Комментарий, ну приветствуется Да мы сейчас еще по частному сектору проедем Выключай А, ну само